Центр по изучению китайской модернизации открыли в Казахстане. Торжественная церемония состоялась в Назарбаев университете в Астане, где 10 лет назад председатель КНР Си Цзиньпин представил инициативу «Один пояс, один путь». В мероприятии приняли участие международные и казахстанские эксперты, дипломаты, представители отдела пропаганды ЦК Компартии Китая и профильных министерств Казахстана. Несмотря на высокий уровень взаимодействия, потенциал наших стран очень огромный. Наши народы еще не до конца знают культуру Китая, не до конца народ Китая знает казахскую культуру. И в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества у нас огромный потенциал. Предполагается, что Центр изучения китайской модернизации объединит научное сообщество и средства массовой информации двух стран. Главная задача – обмен опытом и достоверной информацией об истории и развитии Китая и Казахстана, а также укрепление культурных связей. Президент Токаев сейчас тоже очень обращает большое внимание на реформу, открытость. Я думаю, что Китай – это очень богатый опыт. И Казахстан сейчас тоже хочет учиться в этом. И, конечно, сейчас социальное развитие, как борьба с бедностью, как сохранять социальную стабильность. Здесь тоже очень большой опыт. Казахстанский Центр по изучению китайской модернизации – первое подобное учреждение за пределами КНР. Эксперты ожидают, что пример у Астаны вскоре последует и в других странах Центральной Азии. Продолжение следует...